То количество фактов, которые удалось нарыть, которые удалось обнаружить, позволяет, по крайней мере, посмотреть на Париж немножко с другой точки зрения, с менее традиционной, скажем так. То, о чем я говорю, это всего лишь версия. Спонтанная версия, еретическая, наверное, во многом. Хотя, мне кажется, что я-то как раз подтверждаю то, что действительно было. Вопросы веры и географии, это немножко разные вопросы. Традиционно, но заветными местами считается территория нынешних Израиля, Палестины, Сирии и Ордании. Ивана еще. Однако, никаких явных подтверждений этому найти до сих пор не удалось. Находятся какие-то там груды черепков или находятся какие-то камешки, да, их с радостью тут же записывают в минус 20 век или там в минус 30 век. Но каких-то реальных, интересных находок, которые бы однозначно подтверждали ветхозаветную или новозаветную историю на территории Израиля практически нет. Более того, практически все находки, которые там время от времени всплывают, да, они оказываются либо подделками, либо настолько видно срежиссированное действие, что, в общем, даже смешно становится. Ну, всплыла урна с именем брата Иисуса, да, на которой там было написано. Ну, прошло буквально там 3-4 года, и человек, который явил миру эту замечательную урну, на него завели уголовное дело в Израиле за подделку артефактов. И если мы говорим, например, о ветхозаветной истории или о новозаветной истории, то хотелось бы иметь какие-то, хотя бы что-то, что связывало именно эту землю с текстом Писания или с текстом Тора или с текстом этого завета. Вот с этим и у израильских археологов, и у их коллег, и у их американских, английских, немецких коллег, которые работают, да, большие проблемы. Собственно, если говорить вообще об израильской археологии, то возникла-то она совсем недавно. И все-таки вся археология, как ни странно, да, вроде бы это такие земли интересные. Это земля Гроба Господня, это священные места и для мусульман тоже, да. Но, тем не менее, какие-то первые более-менее систематические раскопки там начались вообще только в XIX веке. Даже уже, скажем так, ближе к середине XIX века. Первыми, кто начал там работать, были, по-моему, американцы, Робинсон и Смит. Существенную лепту унес француз Клер Мангано. Также там работали англичане, потом там появились немцы. И в самом конце XIX века там появились и русские, которые занимались раскопкой. А что же, собственно, было до этого? Неужели весь христианский мир не проявлял никакого интереса к Святой Земле? Я буду читать кусочки из Евангелия. Это Евангелие на русском языке. Собственно, все эти места я сверял с текстом на старославянском, с текстом вульгаты. С греческим текстом только не сверял, с вульгаты и с старославянским сверял. Там, в общем, все передано адекватно. Вот, например, читаем Евангелие от Луки. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек, прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас». Пройти между граничащими друг с другом Самарией и Галилеей физически несколько затруднительно. Вот если вы посмотрите на карту, да, то вы увидите, что это просто граничащие друг с другом территории. И если вы пройдете между ними, то вы попадете куда угодно, только не в Иерусалим. Ну, допустим, что между этими землями, да, или там между этими городами была некая полоса, по которой шел Спаситель, да, или другой вариант, что, например, Христос шел по границе Самарией и Галилеей. Да, опять-таки, в таком случае он должен прийти куда угодно, только не в Иерусалим. О какой Самарии может идти речь, если даже по традиционной истории Самария в минус 25-м году, да, была переименована в Себастью. И Себастья, она остается до сих пор. На мой взгляд, речь идет о совершенно другом месте, если мы возьмем карты средневековой Европы, потому что, на мой взгляд, все эти события происходили, это 11-12 век, то, что мы называем 11-12 веком на шее. Открываем карту Европы. Вы знаете, это место сразу находится. Всем известно, да, что древнее название Телеземель – это Галлия. Галлия существовала вплоть до 16-го века точно. По крайней мере, даже существуют монеты французских королей, в которых написано «Король Галлии». Давайте посмотрим просто на карту Северной Франции, на карту Галлии. И увидим, что тот город, который сегодня называется Амьен, он когда-то стоял на речке Самаре. Сейчас это река Сома. В древности она называлась Самара. А город назывался Самара-Бреги или Самара-Бреги. Там разные есть варианты названий. Вот вам и Самария. А территория, соответственно, Галлии, как бы она никуда не девалась. Территория Галлии – это была и современная Франция, и кусок Германии, и кусок Швейцарии, и кусок Италии огромный, кстати. И далее туда, в Галицию, и так далее, и так далее. Если вы посмотрите, куда можно прийти, пройдя между этой Самарией и Галилеей, вы увидите, что придете вы в город Париж. Куда дальше? Например, в Кану, в Галилейскую, где было сотворено первое из евангельских чудес – превращение воды в вино. Вот как попасть в все древние города – это вопрос на бис. Историки до сих пор не знают, какой город считать Каной. У израильских трудоголиков от археологии есть несколько версий. Они считают Каной или Кфар Кану в 6 километрах от Назарета. Или Хербат Кану, например, в 8 километрах от Цепори. Ну, возможно, это и есть еще какой-то третий, четвертый, пятый вариант. Просто вот эти два варианта – это самые известные. В Евангелии от Иоанна сказано, что Филипп, житель Вевсаиды, найдя Нафанаила, рассказывает ему о Христе. Это Евангелие от Иоанна. Далее, в том же самом Евангелии от Иоанна написано, что Нафанаил был из Каной Галилейской. Но неужели так трудно сопоставить эти отрывки? Понять, что Канна Галилейская и Вевсаида должны быть где-то рядом. Или накладываться друг на друга. В конце концов, не на Марсе же встретил Филипп Нафанаила. Это где-то должно быть по-соседству. Но такой поворот никак не устраивает исследователей Евангелия. Потому что Канна и Вевсаида, они друг на друга никак в рамках традиционной версии не накладываются. То поселение, которое сегодня выдают за Вевсаиду, находится не в Галилее, так на секундочку, а в Галилетиде. По другую сторону Иордан. Опять же, в той же самой Галиле, на территории современной Франции. Опять-таки, рядом с тем же самым Амьеном Самарии. Что очень интересно. Есть город Канн, известный всем. Расположен он не где-нибудь, а на исторической территории Бессен. Если вы сравните написание, французское, например, на территории Бессен с названием Вевсаида, вы поймете, что это практически одно и то же. Вот вам, пожалуйста, Канн на территории Вевсаиды. И они прекрасно накладываются друг на друга. И тогда понятно, почему Нафанаил был одновременно и жителем Вевсаиды, и уроженцем Канн. То, о чем я говорю, это всего лишь некоторая версия. И я не претендую на то, что они суистинны в последней инстанции. В первых есть два города с очень похожим названием. Есть город Канн на севере Франции. Есть город Канны на юге Франции. Почему вот такое устойчивое словосочетание возникает? Канн и Галилейск. Вопрос. А где была Канн и не Галилейская? На территории Древнего Израиля. Если мы рассматриваем территорию Галлии, Франции, да, то вот здесь этот вариант возможен. Потому что один Канн был на севере, а другие Канны были на юге. Вот, например, что говорится о местах, где Иисус родился и уроженцем. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первой в правлении Квириния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем. Потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученную ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ее. Родила сына своего первенца, исполинала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Ну вот в этом отрывке речь идет о двух городах, Вифлееме и Назарете. Традиционно предлагается считать Вифлеемом город Бейт-Лехен, или Байт-Лахм, да, там. Он находится к югу от современного Иерусалима. А Назаретом считается город Нацрад, или Ан-Насир. Но тут опять-таки нужно сказать, что люди, проводящие раскопки в Израиле, называют Назарет первого столетия нашей эры, просто поселком. В котором жило около двадцати пяти семей. Ну то есть такой хуторок, прямо скажем, да. Неужели этот хуторок настолько прославился, да, весь Израиль, что заслужил фразу «из Назарета может ли быть что добрая?» Знаменитая фраза, да. Причем произносится она именно тем самым Нафанаилом, назовем Вифсаидом. Можно посмотреть по карте, где находится даже официально, да, то, что называется Вифсаидой, и где находится вот этот поселок Назарет. Вы поймете, что, в общем-то, у Нафанаила какая-то совершенно такая потрясающая подкованность наблюдается. Он знает о каких-то там хуторянах, знаменитом, печально знаменитом, правда, для него, городе Назарете и так далее, и так далее. Об этом ли Назарете он говорит? Ну, я рискну предположить, что о другом Назарете речь идет. О том, который сейчас существует на территории Галии, Франции. Называется этот город Сан-Назер. Это северо-запад Франции. И история этого города, признается самими французами, достаточно мутной и темной. Хотя, в общем, история достаточно древняя. Примечательно, что неподалеку от Сан-Назера находится еще один город с говорящим названием Кеберон или Кебрен. Почему говорящим? Потому что в городе под названием Хеврон родился достаточно близкий родственник Христа. И он креститель. Естественно, эти города, если речь идет о родственниках, эти города должны быть где-то рядом. И они действительно на территории Галии и Франции находятся рядом. Достаточно посмотреть на карту. Вы поймете, что Сан-Назер, или, может быть, Назер, как он раньше назывался, и Кебрен находятся весьма близко друг от друга. Хорошо, предположим, что это случайность. А если, например, расскажу, что неподалеку от Сан-Назера и Кебрена находится Вифлеем. А Вифлеем действительно там находится. Гальский Вифлеем. И город этот находится аккуратно пути с Сан-Назера в Париж, если посмотреть на карту. И называется до сего дня Белем. Именно так он и называется. То есть Вифлеем. Если вы посмотрите, то в Португалии до сих пор существуют Беленские башни. Это Вифлеемские башни. То есть, в латинской транскрипции это именно так и будет выглядеть. То есть, это действительно город Вифлеем, Белем. И находится он по пути с Сан-Назера в Париж. Вот такое вот тройное совпадение. Веришь ли ты сам тому, что сейчас говоришь? И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Подчеркиваю момент. Против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени. И в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его. Так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним весом в пустыне. И Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов пошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе послось большое стадо свиней. И бесы просили его, чтобы позволили им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, пошли в свиней и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и селениях и вышли видеть происшедшее. И придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы. Это достаточно комментируемый кусок из Евангелия. И обычно все комментарии сводятся к одному, что речь идет о городе Гадара внутри Дестиградия, к югу-востоку от Тевериада. Или примерно в том районе. Хотя реальную Гадару до сих пор не нашли. То есть, опять-таки, никакой реальной привязки нет. Но вот считается, что Гадара была где-то внутри Дестиградии. Какая Гадара может быть внутри Дестиградии? Ведь Лука дает точный адрес против Галилеи. Причем надо именно плыть, а не караваном на ослик. Ну зачем тогда вообще изучать текст Нового Завета, если все равно Гадарой будет назначен нужный город. А стадо свиней там откуда взялось? Это в Израиле-то. Где свинья с поколем веков считалась нечистым животным. Это что, декоративное разведение, что ли? А там не просто стадо, там стадо с пастухом. Я уж не говорю о том, что там даже кормовой базы для этого стада свиней нет. Но это уже другой вопрос. Но свинья в Израиле... Как иногда очень смешно пишут в некоторых комментариях, что якобы Гадар была греческим городом, и это греческий пастушок пас греческое стадо. Ну, в общем, достаточно смешно, конечно, что делали. Греки, вообще-то, они селились обычно по побережью. Они, в общем-то, вглубь пустыни не лезли. Ну, это так, мягко говоря, да? Потому что не говоря о том, что ничего греческого в районе Тивериады найти просто невозможно. Ну, хорошо, стадо свиней. А с какой крутизны они сиганули? Там же в тексте Евангелия достаточно четко написано, что они с крутизны упали в озеро. И в какое озеро? Если Гадара находится внутри Дестиграде, смотрите на карту. Смотрите на карту. Это внутри Дестиграде. Какие там озера? Там нет ни одного озера, ни озера, ни моря, ничего. Географически привязать вот эту Гадару к евангельской очень сложно. Вот тут вот достаточно серьезная промашка у толкователей современных евангелий. А настоящая Гадара тихо-мирно существует до сих пор. Наверное, удивительно, оно существует даже под своим именем. Надо просто внимательно читать текст Евангелия. И Лука дает очень точный адрес. Против Галилеи. Страна Гадаринская. Против Галилеи. Берем карту Северной Франции и смотрим. Что будет? Если мы, например, на лодке отплываем из Вифсаиды, из Бесен того самого и переплываем в Усть-Ищен. Где мы оказываемся? Мы оказываемся в кантоне Годервиль. То есть город Виль. Это город, да? Город Гадар. Кантоне Годервиль. Место осталось с тем же названием. Удивительное дело. Я думаю, что это и есть искомая страна Гадаринская. И, между прочим, тут и со свиньями всегда все было хорошо. Ну, как бы Галлия знаменитых своими свиными стадами, да, и культурой разведения свиней. И с крутизной здесь все в порядке. Если вы проедете по этому французскому берегу, то увидишь, что там кручек очень даже проилечный. И там есть откуда сигануть. Кстати, вот тут интересный момент. Очень многие обращают внимание на схожесть эпизодов, описанных Матфея и Луки. где речь идет о стране Гадаринской, а у Матфея о земле Гердисинской или Герасинской. Вот что пишет Матфей. И когда он прибыл на другой берег в страну Гердисинскую, его встретили две бесноватые, вышедшие из гробов, весьма сферепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус Сын Божий? Ну, опять-таки, та же самая ситуация. Иисус изгоняет бесов, помещает его в стадо, помещает их в стадо свиней, и свиньи с крутизны в море. При этом местоположение Гергеса или Гераса древних ученых уже, естественно, установить до сих пор не могут. Поэтому они пытаются притянуть один эпизод к другому, и говорят, что страна Гадаринская, страна Гергесинская, это одно и то же. И место Гергеса отводят не где-нибудь, а в глубине Дестиградин, где, как мы помним, и со стадами свиней большие проблемы, и с крутизной, и с водой. И самое, что интересное, ведь толкователи не смущают слова апостола на другой берег. То есть, речь идет о том, что там была переправа на другой берег. О каком другом береге идет речь, если эти города находятся в глубине Дестиградии. что такое Дестиградия и как оно вообще оказалось на том месте. Ведь если вы посмотрите на карту, там не то же, там мало того, что там с городами большие проблемы, да? Вы имеете в виду карту Израиля? Карту Израиля, конечно. Там 10 городов можно скрести, но если только наверное, если все дома Дестиградии посчитать и принять их за города, то вот тогда вы сможете сказать, что там есть 10 городов. 10 городов там найти просто нереально. А тут именно города, не просто поселки, не просто населенные пункты, а города Дестиградия, Декаполис греческий. Попробуем посмотреть, что получится если не трактовать слова Матфея, а вооружиться ими как точным указанием. Предположим, что Иисус отплыл из того же Гессена или из страны Гадаринских тоже, например. И чтобы попасть на другой берег в страну Гердисинскую, где он окажется. Если вы на лодке из Северной Галлии плываете, вы попадаете на одну из старинных римских стоянок, остров Джерси, Гераса. Сравните Джерси, Гераса. Кстати, на пути в страну Герасинскую, саму Гердисинскую, Христос и Апостолы попадают в бурю. Наверное, этот эпизод все помнит. Когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море. Так что лодка покрылась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем. И говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же удивляются, говорили, кто это, что и ветра, и море повернуются ему. Ну, толкователи писания на протяжении многих веков рассказывают сказку о том, как ужасен был шторм на Ленисорецком озере. Оно же Тевериадское озеро, оно же Галилейское море. Поистине, это каким надо быть фарисеем, чтобы бахтив Богу истинным записать такое чудо, как усмирение буря в стакане воды. Если кто был на этом самом озере Кенерет, тот знает, что это просто, мягко говоря, вужин. Но шторма там не было, наверное, со времен творения. какой может быть шторм с дикими волнами и ветрами на этом месте? Совершенно непонятно. В то же время, если мы посмотрим на средневековую карту, мы узнаем, что тот пролив, который сегодня называется Ла-Манш, раньше он назывался Гальским морем. Гальское море. где находится настоящая Гераса или Джесса. И вот там штормы бывают не читая тем, которые пытаются приписать озеру Кенерет. И там и со шквалистым ветром бывают штормы и с огромными волнами. И я думаю, что именно такую бурю укоротил спаситель. И именно это было признано великим чудом. Перестань притворяться сумасшедшим. Разве я похож на слабоумного? О да, ты не похож на слабоумного. Одним из самых значимых со всех точек зрения деяний земной жизни Иисуса было воскрешение из мертвых ладов. Произошло это событие в селении Вифания, которое, как вы уже можно догадаться, в Израиле еще давно, но не могут найти. Предполагается, что оно находится где-то неподалеку от Иерусалима, но на чем основано это мнение, не очень понятно. Вот в Евангелии от Иоанна Вифания упоминается как место, связанное с воскрешением Лазаря. Никакого Иерусалима в ближайших стихах там не упоминается и как не упоминается Игоря Иллионская, которую почему-то очень любят упоминать среди с Вифани. Так, Вифани. Где могло находиться это место? Думаю, что там же, где и мы не оно находится, на севере Галии Франции. Опять-таки, название практически не изменилось. сегодня, как и много веков назад. Этот город называется Бетюн. Желающим оспорить эту версию, предлагаю написать по-французски Вифания и Бетюн и сравнить эти названия. Вы поймете, что, в общем-то, речь идет об одном и том же месте. Кстати, сам Лазарь, которого воскресил Спаситель, похоронен недалеко. Он похоронен в Кафедральном соборе города Атен. Согласно легенде, этот святой человек после воскрешения перебрался вместе со своими сестрами Марфой, Марией, Галей и стал первым епископом Марселя. А что самое интересное, тот собор города Атена, в котором похоронен Лазарь, Святой Лазарь, он назывался раньше и сейчас называется по-моему Собором Святого Назарьи, Сен-Назарь, Собор Святого Назарьи. Наверное, кто-то может сказать, что это опять случайность, но, наверное, уже пора перестать удивляться этим случайностью. В Евангелии от Матфея есть любопытный пассаж, в котором Христом упомянутся уже несколько городов. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе Хоросин, горе тебе Вевсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретящие пепли покаялись, но, говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам, и ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня, но, говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. Как можно идти из Тира Сидона к Галилейскому морю через Десятиграде? Посмотрите, в самом центре Франции находятся два города, Тур и Иссюдон, выйдя из них и идя на северо-восток, вы попадаете в Декаполис в Десятиграде, в союз эльзасских городов, который, как нам говорят, существовал в 14 веке, но, учитывая все радости современной хронологии, вполне возможно, что он существовал и раньше, и позже. Тем не менее, Декаполис в Эльзасе это реальные 10 городов, а не 10 мифических поселений на той территории, где их сегодня пытаются обрести. Так вот, пройдя через этот самый Декаполис и идя строго на север, вы попадаете к Гальскому морю. Харасин это, скорее всего, современный Кверси, который по-окситански назывался Карсин. Сравните с Харасин, да? Под именем Содом, скорее всего, фигурирует Сидан, находящийся на северо-востоке. И, кстати, неподалеку от него находится город с не менее звучным именем Сент-Омер. Ранее просто Омер, учитывая предыхательный характер. Первый соглас, попросту Гамора. Попросту Гамора. А еще одним свидетельством в пользу этой версии является то, что по соседству находится Лотаринга, то есть земля Лота, который, как мы помним, покидая си нагрешившие города, оказался единственным праведником там. Так вот, единственный пункт, по поводу которого, честно говоря, ничего не могу сказать, это Капернаум. Вот тут есть определенные сложности и локализовать его на территории современной Галии Франции я не могу. Хотя одна зацепочка есть, очень интересная зацепочка. Все знают, что одним из самых известных сортов винограда во Франции является сорт Каберне. Но этимология этого слова очень и очень туманна. И издается мне, что это может быть как раз связано с евангельскими событиями. если мы примем точку зрения, что Каберне, некая область Каберне, это и есть тот самый Капернаум, то в общем все, наверное, сойдется. Теперь я не сомневаюсь, что праздные зеваки ходили за тобой виршило ими по пятам. Я не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Так вот, когда мы нашли большую часть евангельских названий на карте современной Галии Франции, самое время вернуться, когда мы говорили о Евангелии от Луки, когда речь о Самарии и Галилее, когда он, проходя между ними, должен был оказаться в Париже. Тогда я сказал, что нужно остановиться и поговорить немножечко о другом. Теперь, когда вокруг Вечного Города нашлись и Самария, и Вифания, и Гадара, и Канн, и Флием, и прочие города, я думаю, имеет смысл приглядеться в Париже попристально. Так, что же общего? у двух столиц мира. Реальный и мифологический. Начнем, пожалуй, с жителей всех славных городов. Как вы помните, кто больше всех умышлял против Христа? Парисии. Не мир принес нам обольститель народа Вершалаим. И ты, всадник, это прекрасно понимаешь. Ты хотел выпустить его, чтобы он смутил народ над верой надругался. Я думаю, что небольшой секрет для и для лингвистов, и для людей, читающих, и любящих историю языкознания, что эти буковки Ф и П взаимозаменяемы вам языком. Если вы замените в слове фарисеев первую буковку на П, у вас получится очень интересный результат. У вас получится Паризий. Парижа. Да, те самые Паризии, которые дали свое имя городу Парижа. То есть, то самое племя, которое дало имя городу Парижу. Действительно ли они были причастны к распятию Христа? Местоположение Голгофы сейчас считается определенным, но тем не менее, как я уже говорил, в 19 веке определить, локализовать это место не представлялось возможным, по крайней мере, существовали еще варианты. И споры продолжались и продолжаются до сих пор. А вот в Париже есть, если мы принимаем точку зрения, что Париж это и есть тот самый Иерусалим, есть гора, которая в точности соответствует всем описаниям. И называется эта гора Мон Мартр. Гора Мученика. Эта гора как раз не находится в городе, она находится за пределами города, то есть, опять-таки, все в соответствии с евангельской традицией. Весьма символично, кстати, что эту гору венчает собор Сакрикер, собор Святого Христова Сердца, который был построен в 19 веке. Если мы отмотаем пленочку вглубь веков, мы узнаем, что на Мон Мартре возникло одно из самых известных тайных обществ Европы, общество иезуитов, именно на Мон Мартре. Игнатио Лопес, который всему миру известен как Игнатио Лайоно, вместе со своими товарищами дал на горе Мон Мартр обеты, определенные обеты, и именно на этой горе было создано общество Иисуса. На Мон Мартре, помимо Сакрикера, есть еще один небольшой храм, храм Святого Петра. Он настолько неизвестен, что даже ушлые парижские таксисты не знают, что за Сакрикером есть храм Святого Петра. А храм очень древний, очень старый. Это, как говорят, это часть монастыря, или часть аббатства некого, древнего. И, между прочим, это место было местом паломничества в Средневековье. Причем очень серьезно паломничество. Понятно, что место это было выбрано ими совершенно не случайно. Это абсолютно официальные данные, вы можете прочитать об этом везде. Просто немногие обращают на это внимание, что и немногие связывают это с евангельской историей. Как известно, Париж стоит на холмах, как и многие города. Вот соседний с Мон Мартром холм называется не как-нибудь, а Буд-Шамон. то есть в переводе попросту Лысая гора. Ну, что такое Лысая гора для христианства, я думаю, рассказывать не надо. И с чем она ассоциируется. Такое же место на самом деле было Голгофы. Именно вот эта Лысая гора или Мон Мартр. Для того, чтобы понять это, нам нужно перенестись еще на несколько веков вперед и посмотреть, что сказал еще один иезуит в конце 19 уже века. Очень интересно. Вот такой кардинал Гебер, при котором собственно и строился Сакрикер, как он мотивировал то, что именно здесь должен быть построен храм Христово Сердце. Вот очень интересные слова им были сказаны. Вот оно место мученичества встречал он. Вот место, где должно править Святому Сердцу, где оно может непрестанно взывать к нему. У подножия холма, где родилось христианство, родилось среди нас, в крови наших первых апостолов, должен быть воздвигнут памятник нашему религиозному пробуждению. Ну, по-моему, яснее не скажешь. Я уж не знаю, сожалел он потом о том, что сказал или нет, некая сознательная утечка информации, да? Правду говорить легко и приятно. Мне не важно знать, приятно или неприятно тебе говорить правду. Тебе придется ее говорить, но говоря взвешивай каждое слово. Но тем не менее, вот эти слова были записаны аббатом ланджиньё в конце 19 века и эти слова можно найти в некотором количестве буклетах, повествующих о строительстве храма Сакрекер. Кстати, строительство этого храма, Святого Сердца, оно от и до контролировалось иезуитами. На всех стадиях, кстати, сама идея возведения этого храма была подкинута иезуитами, когда говорят, что это строительство храма связано с франко-прусскими воинами и так далее, и так далее. Ну, это некоторое лукавство. То есть, конечно, прикрытие какое-то было, да, что вот строится под каким-то предлогом, но тем не менее основную идею бросили иезуиты и они довели ее до конца. Ну, все знают, что один из самых главных соборов, посвященных Богородице, находится, ну, если не главный, находится именно в Париже. Называется Нотр-Дам де Пари. Во-первых, в этом соборе сохранена одна из самых главных христианских святынь, терновый венец Спасителя. А во-вторых, во-вторых, очень любопытно, что этот собор до 18 века украшали статуи. Причем, статуи это были не французских королей, а это было 28 статуй, а царей древней Иудеи. Вот, что осталось от этих статуй, находятся эти головы в музее Клюни, сегодня в центре Парижа, это цари древней Иудеи. То есть, все народы стремятся увековечить своих доморощенных королей святых воинов, а французы по какой-то совершенно непонятной причине вдруг решают увековечить царей древней Иудеи. С чего бы это? Если только цари древние Иудеи и французские правители, это не одно и то же. В Кариже в 12 веке появилось кладбище. Называлось оно «Кладбище невинно убиенно царем Иродом младенцев». Вот такое вот длинное название. И хоронили на нем что-нибудь интересное. младенцев. Оно постепенно разрослось до бывалых размеров. В 18 веке его закрыли. потом там стали хранить все, не только младенцев. Но изначально это было действительно кладбище младенцев. В 18 веке название уже сократилось просто до кладбища невинных. Никаких подобных кладбищ на территории Ближнего Востока нет. Какие уж там младенцы, если даже храм Соломона не могут толком показать, не могут показать место в целом где-то. То есть приблизительно что-то показывается, да, но вот как это все располагалось. когда читают Евангелие, никому не замечают. Как бы не замечают, да, что в храме были менялы, которые Иисус оттуда занял. Что, собственно, менялы забыли в храме. А вот в Париже до сих пор есть улица храма, на которой стоял в свое время храм Тамполь, храм Соломона. А рыцарями храма были те самые тамплиеры, официальное название которых было рыцарь храма Соломона. И центральный офис тамплиеров был как раз в Париже. Кстати, и история тамплиеров, если вы помните, завершается тоже в Париже вместе с казнью Жака Демоле. Это самое начало XIV века. Тамплиеры имели самое непосредственное отношение к тому, что сегодня мы бы назвали банковским бизнесом, то есть к банкирскому делу. И если принять точку зрения, что тамплиеры это и есть те самые менялы, то в общем понятно, как они оказались в своем собственном офисе. Кстати, одна из башен вот этого самого парижского офиса называлась Башня Цезаря. Вот рад историкам предлагаю поискать Цезарей в XII веке, когда она была так названа. Какие у нас там были Цезаря в XII веке, в честь которых могли назвать Башню. Церковь меня не примет. Церковь это дело рук людских. При слове церковь я вижу толпы фанатиков рьяно рвущихся исполнять Божью воз. Если бы с ним поговорить, я уверен, он резко изменился бы. То, о чем я говорю, это всего лишь версия. Спонтанная версия, еретическая, наверное, во многом. Хотя, мне кажется, что я-то как раз подтверждаю то, что действительно было. Вопросы там веры и географии, это немножко разные вопросы. злых людей нет на свете. И ты проповедуешь это? Да. И что настанет время, когда не будет власти, ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истинной справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть. Мы уже сегодня говорили о воскрешенном Христом Лазаре. Мощь его, я уже говорил, находится во Франции. И согласно апокрифическим текстам некоторым, он был поставлен епископом в некий Китайский град. Сейчас пытаются привязать этот Китайский град к Кипру и городу Ларнака. Но если вы посмотрите, даже на карту современную Парижа, вы увидите, что центр Парижа это Сите. Это то же самое, что английская Сити. Это то же самое, что, как я полагаю, московский Китай-город, это то же самое, что еврейское гетто, это то же самое, что итальянское чита, чита или чита, да, все однокоренные слова, все родственные слова. Совершенно не факт, что Кипр стал резиденцией Лазаря. Вполне логично предположить, если уж Лазарь похоронен где-то неподалеку, да, что епископ он был поставлен вот в этот самый Сите, Ките, Китейский град. Самое интересное, что Сите, сам остров вот этот Сите, сами парижане всегда его называли еврейским городом или еврейским островом. Именно там был казнен Джан Демоне. Совершенно верно. Кстати, Сите был в основном отстроен во времена французского короля с весьма античным именем Филипп Август. А если вы помните, Христос, согласно данной традиционной истории, жил как раз в эпоху императора Августа. Возможно, это очередное совпадение, может быть, и нет. В числе прочего я сказал, что всякая власть является насилием над людьми. В Париже, в Париже, помимо всего прочего, находится и мощь святой равноапостольной царицы Елены. О чем, кстати, мало кто знает. Вообще, Елена это одна из центральных фигур изначального христианства отправилась, согласно преданиям, в Иерусалим, обрела там некие реликвии страстей и привезла их обратно в Галю. 80-летняя, пусть даже царица, это путешествие, тяжелейшее по тем временам. Это раскопки, которые она там якобы вела, да, в Риме показывают некий порфировый саркофаг, в котором якобы она была похоронена. В общем, если кто считает, что это саркофаг христианско-святой, ну, каждый волен оставаться при своем мнении. Абсолютно языческий саркофаг, да, и опять-таки какая-то темная у него история, якобы из-под кого-то его взяли, и так далее, и так далее. Ну, то есть не могли для царицы найти подобающего саркофага. Ну, в общем, какая-то такая странная история. И самое интересное, что при том, что она была захоронена в Риме, потому что она была захоронена в Риме, мощи ее по какому-то странному стечению обстоятельств оказались опять в Реймсе, на территории Галии, а потом они были перевезены в Париж. Так вот, если принять точку зрения, что Елена ездила все-таки за 3-9 земель в далекий ближневосточный Иерусалим, а ездила из Трира в Париж, то все выглядит достаточно логично. От Трира до Парижа расстояние, в общем-то, не такое большое. Елене помогал некий человек по имени Иуда Квиряк или там разные существуют транскрипции имени, но самая распространенная Иуда Квиряк и переводится это имя от чего-то Иуда Господень. Вот такой странный перевод, при том, что там Григорий Турский это Григорий Истура, Аристарх Самовский это Аристарх Остров Самов и так далее, и так далее. А вот почему-то Иуда Квирякский переводится как Иуда Господень. По меньшей мере это звучит двусмысленно, правда? И до сих пор недалеко от Парижа существует город Квирильамод, единственный святой с именем Квиряк родился в Галии и проповедовал не где-нибудь а в городе Трир, где и жила царица Илья. Герб Парижа который кстати мало кто может объяснить почему именно такой герб да? Ладья И давайте сравним его с гербом города о котором я сегодня говорил который я считаю родиной Христа город Сен-Назер или Назер этой серии найдите 10 отличий абсолютно идентичные гербы кстати корабль корабль вот в таком именном виде ладья это один из древнейших христианских символов не менее древний чем скажем рыбы и означает он спасение в церкви спасение во Христе спасение в церкви в общем понятно почему именно у этих двух городов оказались такие гербы кстати если вы посмотрите вообще французскую геральдику то схожие гербы вы найдете только у этих двух городов все остальные гербы в той или иной степени отличаются а вот такой вот схожесть нет ни у кого с чего вдруг у Парижа какого-то заштатного Сен-Назера оказались столь схожие гербы это города где начался крестный путь где он закончился в Сен-Назере в Сен-Назере или Назере Христос родился откуда он был родом а Париж Иерусалим этот путь закончился именно поэтому есть вот такая связь защитим Иерусалим созвать войска вот кстати когда в прошлый раз говорил о Париже я забыл еще одну вещь интересную сказать там же по Евангелиям получается так что рядом с Парижем должен быть обязательно Эмаус то есть это место которое упомянуто в связи с Христом естественно этот город должен быть не очень далеко от Парижа это поселение но в Палестине это место не найдено до сих пор а вот недалеко от Парижа до сих пор существует древний достаточно древний город Мо если вы посмотрите как он пишется как он записывается самими французами вы поймете что от Эмауса до Мо в общем-то даже не шаг а меньше чем полшага городов с такими названиями немало прямо скажем и с библейскими в том числе но тут очень важно понять какие из этих названий первичны что называется да а какие уже привнесены потом потому что например в той же Португалии есть местечко которое называется Назаре то есть Назарет вот но у этого местечка никакой богатой истории нет и возникло оно достаточно поздно это одно из возражений которые которые я всегда слышу что на самом деле таких мест с библейскими названиями достаточно много и когда очень часто мне когда когда люди оппонируют они говорят что послушай ну мест с библейскими названиями немало по всей Европе и там и там и там и там да то есть можно в принципе локализовать то о чем ты говоришь в любом месте Европы вот на что я говорю что нет ребят не в любом потому что если где-то есть одно два три таких места это очень хорошо но попробуйте найти какую-нибудь территорию в Европе где библейские места собраны на достаточно небольшом территориально небольшом участке кроме того история Франции история Испании история Иберийского полуострова они связаны из истории арабов они связаны из истории евреев поэтому именно там жили и арабы и евреи всегда во Франции и в Испании именно там возникли могли возникнуть по крайней мере места с такими названиями и именно там был распространен и арабский язык и иврит более того очень интересно ведь в той же Франции когда мы говорим например о евреях Франции а евреев во Франции было очень много всегда говорили и писали они на неком французско-еврейском языке интересно что этот французско-еврейский язык так называемый он фактически идентичен старо-французском более того когда ученые начинают смотреть старые какие-то словари старые книги еврейские выясняется что очень много ну скажем так не очень много но достаточно большое количество французских слов не зафиксированы во французских источниках а зафиксированы в еврейских источниках и записаны они еврейскими буквами да будет война с нами Бог все прекрасно знают что история той же Испании история Иберийского полуострова это история арабов в основном и когда пытаются сказать что там была какая-то реконкиста выглядит это достаточно смешно потому что о какой реконкисте может идти речь о конкисте да а вот о реконкисте сильно сомневаюсь потому что вся та история Испании и частично Португалии частично Франции которую можно пощупать которую что-то можно прочитать и на которую можно посмотреть воочию это история арабская это история еврейская отнюдь не история испанцев или французов поэтому когда мы говорим о том что евангельские события могли происходить на территории современной Галии мы должны очень твердо понимать что территория нынешней Франции территория нынешней Испании это территории где сталкивались две очень разные культуры две очень разные цивилизации цивилизация европейская пока не будем уточнять какая то есть она языческая католическая неважно какая тем не менее это была цивилизация европейская и цивилизация еврейско-арабская то есть тут совершенно две разных культуры совершенно две разных цивилизации которые не могли не войти в клинч с совершенно разными подходами к жизни что называется совершенно разной этикой и так далее так далее то есть тут можно долго перечислять именно отношение к арабской культуре которая там была как к культуре завоевательниц то есть это и любовь и ненависть да то есть они признают что это было но тем не менее все время говорится но это было реконкиста то есть мы вернули себе то что когда-то было утрачено хороший вопрос когда это было утрачено и кем это было утрачено так вот кстати иберийский полуостров там очень много названий которые перекликаются с из ветхозаветными названиями снова заветными названиями даже само название полуострова у меня конечно извините иберийский полуостров а это не еврейский полуостров вот так на секундочку а река бро французская часть да д.р. и так далее так далее то есть яфа македа это разве не ветхозаветные места вообще вся систем вся испанская система образования в общем она построена на каких-то арабских вещах на каких-то еврейских научных моментах да но это опять таки все из еврейско-арабского мира то есть это не это не свое доморощенное да то есть не исконно-посконно испанская да не кастильская то есть это все взято от арабов и евреев вся вся история испании вся история испании то вот эта вот история любви и ненависти в белом плаще с кровавым подбоем шаркающий кавалерийской походкой ранним утром 14 числа весеннего месяца ниссана вкрытую колоннаду между двумя крыльями дворца ирода великого вышел прокуратор иудеи понтий пилат ну начать наверное надо с понтий пилат поскольку понтий пилат это одна из тех главных вообще привязок пространственно-временных которые существуют в христианстве имя человека которого и его имя упомянуто в символе веры и это один из самых действительно одна из центральных фигур на самом деле о нем известно не так уж и много а то что известно наталкивает на очень интересные мысли ну например где понтий пилат закончил свою жизнь понтий пилат был сослан в галлию в город вьен где и то ли скончался то ли покончил жизнь самоубийством мы знаем об этом только из апокрифических источников и даже в городе вьен показывает могилу пилата хотя есть несколько версий есть версия о том что понтий пилат покончил жизнь самоубийством бросившись в реку но река не приняла его тело и унесла куда-то дальше есть версия о том что понтий пилат покончил жизнь где-то в альпах и там сейчас существует озеро ледяное озеро озеро покрыто льдом в котором заморожен заморожено тело понтия пилата ну версии на самом деле много но все эти версии все они на самом деле об одном о том что жизнь свою понтий пилат закончил на территории галий то есть это либо территория нынешней франции либо территория пограничная франции и швейцарии нынешнюю а вьен расположен на территории нынешней франции так это ты подговаривал народ разрушить ершелоимский храм добрый человек поверь мне это ты меня называешь добрым человеком самое интересное что вот эта же часть северная италия а также часть которой граничит с францией в общем-то этот кусок был галлий вот по этому самому куску течет сейчас река самая большая итальянская река самая полноводная которая называется по дело в том что река то это называлось в древности не как-нибудь а эридан ну то есть иордан и река это переходит в крону теоретически вся вот эта водная артерия она могла называться иордан эридан зачем же ты бродяга смущал народ рассказывая на базаре об истине о которой ты представления не имеешь что такое истина галлия это и нынешняя франция и кусок германии нынешний огромный причем кусок тот же 3 до о котором мы говорили в котором жила царица елена он входил в галлию пилат закончил свою жизнь именно там в галлии еще что интересно что его жена клавдия прокула о ней тоже в общем известно немного но родом она была из нарбона нарбон до сих пор он существует город находится на территории современной франции это юг франции видимо у каллигула была такая традиция как только человек ему чем-то не нравился тут же он его ссылал в галлию я твоих мыслей не разделяю как выясняется из апокрифов ирод антипа который тоже был упомянут в евангелии тоже был сослан каллигулой и куда бы вы думали в галли и закончил свою жизнь тоже в галлии архиллай еще один сын ирода великого как вы думаете где он закончил свою жизнь галлии а вот такие интересные у них судьбы почему-то как только люди заканчивали службу сразу все отправлялись в галлию и настанет царство истины настанет эгемон она никогда не настанет а вот марию магдалина и никто никуда не ссылал она сама пришла что называется да она приплыла в галлю по легендам по преданиям она жила в южной франции и мощи ее до сих пор претаются в проваже в соборе сын максимен собор этот был построен ежели мне не изменяет память то ли в конце 12 то ли в 13 веке для упокоения как раз мощей марии магдалины кстати я конечно не берусь утверждать ничего с прямой уверенностью но а город магдала от которой может происходить и имя магдалины он находится отнюдь не в палестине город магдала находится на территории нынешней германии и что в общем не очень далеко от той самой большой галия который шла речь то и вполне возможно что та женщина из которой христос изгнал семь бесов это как раз та самая мария из магдала из той самой немецкой германской магдала это брось еще одно имя которая не упомянуто в каноническом тексте евангелий но которым хотелось бы сказать это лангин тот самый лангин который пронзил копьем христа если вы запишите его имя латиницей у вас получится очень интересное очень интересное такое слово которая вы очень легко прочтете по-французски лангин да даже марка часов сейчас такая есть об этом человеке мало что известно есть есть кстати деревушка такая небольшая во франции на востоке франции с таким именем я конечно не знаю существовал ли она в евангельские времена думаю что не существовал но тем не менее само имя наводит на определенные очень интересная мысль я продолжаю что касается других персонажей евангелий иосиф аримафейский например где искать мощь иосифа аримафейского ну конечно в галле их искать до сих пор они находятся в бенедиктинском аббатстве маен мутье достаточно много существует апокрифической литературы повествующие о его деяниях его жизни ну иосиф аримафейский он прежде всего известен тем что и спросил тело христа для того чтобы похоронить его считается что иосиф аримафейский собрал кровь христа и вот эта кровь христа является одной из самых почитаемых реликвий в христианском мид кстати интересно что впервые о церемонии почитания крови христовой упоминается в 14 веке и место где все это происходило это брюги брюш то есть опять-таки эта территория сильно близко гальской оба иосиф аримафейском напишут что он прибыл в галлею вместе с со святым лазарем с апостолом филиппом сестрами марфы и марии и что какое-то время он проповедовал на территории галии интересно на каком языке он проповедовал на территории галии если галилея и галия это разные земли наверное на арамейском кстати все кто пребывал в галле то есть те же сестры марфы и марии они все известны как проповедники очень хороший вопрос на каком языке проповедовать если это неграмотные женщины которые скорее всего знали только один язык арамейский на каком языке проповедовали в галле тогда же кельтом к нам говорят галла на каком языке шла проповедь а вот если они были местными тогда все становится на свои места и ниоткуда они не прибывали ни из каких далеких палестин а когда он ездил по делам на британские острова иосиф аримафейский якобы он брал юного христа с собой в эту деловую поездку тем не менее вот один из апокрифов повествует о том что иосиф аримафейский брал с собой в корнол он был в корноле якобы и брал с собой юного христа потом опять вернулся интересно куда вернулся как себе представляют эту поездку люди говорящие о том что он отплыл из одного из портов нынешней палестины да и оказался на территории англии мы говорили о том что во времена елена через три века после этого это было практически возможно это было невозможно и в эпоху крестовых походов через тысячу лет если если предположить да что галлия и галилея это одно и то же тогда действительно он мог запланировать какую-то деловую поездку на британские острова да и это было недалеко это было всего лишь через галилейское море то есть через ла-манш иосиф аримафейский как я уже сказал его мощи находится на территории нынешней галлии честная глава иоанна предтечи иоанна крестителя также находится на территории нынешней галлии в городе амьен это бывшая самара брева или самара брега и так далее святой лазарь как мы помним тоже его мощи тоже находится в галлии на территории нынешней франции Мощи святой Елены, которая осуществляла раскопки в Иерусалиме, как мы помним, тоже находятся в Галлии, на территории нынешней Франции. Давайте поговорим о дедушке и бабушке Христа, об Эакиме и Анне, тоже два очень интересных персонажа. В канонических Евангелиях они не упоминаются, но существует церковная традиция, существует масса церковной литературы первых веков, да, существуют труды отцов в церкви. И согласно церковному преданию, Эаким и Анна были бабушкой и дедушкой Христа. Мощи святой Анны находятся не где-нибудь, а на территории Франции, опять-таки, находятся они в городке Апт. Как они там оказались? Хороший вопрос. Если они были родом не из Галлии или не из сопредельных каких-то территорий, как могли там оказаться эти мощи? Ну, конечно, могут сказать, что это результат крестовых походов и так далее, и так далее. То есть можно все что угодно сказать, да, но как-то так интересно получается, что в результате крестовых походов, да, все оказалось в одном месте практически. Рассредоточено по территории Древней Галлии. Есть во Франции, в современной Франции, такая область, которая называется Британия. И в этой самой Британии существует культ, просто культ святой Анны. Считается, что святая Анна, по легенде, была бретонкой, и жила она в Британии. И Аким, житель Иерусалима, встретил святую Анну, полюбил ее, и она стала женой Иакима. Так вот, если Иаким жил в Иерусалиме, а Анна была бретонкой, во-первых, вопрос, в каком Иерусалиме мог Иаким встретить Анну, да, или где они вообще могли встретиться? Потому что, согласно вот этим бретонским легендам древним, Иаким был жителем Иерусалима, а Анна была именно бретонкой. Если мы посмотрим на карту Франции, мы увидим, что Британь, Британь, находится очень близко от тех самых городов, от города Кебрен, Хеврон, и от города Сен-Назер. Это действительно очень недалеко. Где может жить родня? Семья Иоанна Крестителя, как известно, была родней семьи Иакима Иоанна. Так они действительно живут недалеко друг от друга. Где находятся мощи святого Иакима? Вопрос. Ничего определенного, к сожалению, я сказать не могу. Если мы посмотрим, где похоронены первоапостолы, то мы убедимся, что речь идет о достаточно небольшой территории, территории в Европе. То есть, да, есть какие-то апостолы, которые похоронены, что называется, на Атшибе, да, то есть есть легенды о том, что они похоронены на территории нынешней Турции, даже Индии. Но, тем не менее, большая часть покоится где-то недалеко от Галлии. И если вы, кстати, посмотрите на маршруты паломничества в средневековом, в Европе, увидите очень интересную вещь. Большая часть паломнических маршрутов идет по территории современной Франции, заходом на территорию нынешней Италии, северной Италии в основном, и на территорию северной Испании. Ну, то есть, один из паломнических маршрутов, это как раз маршрут, проходящий до Сантьяго-де-Компостелла, где находится могила Святого Иакова. А большая часть точек, которым совершалось паломничество в средневековой Европе, это территория современной Франции, это территория Галлии. Большая часть мест, о которых я сегодня говорил, они как раз каким-то странным образом оказываются точками вот этих самых маршрутов паломнических. Кстати, одним из мест паломничества был Париж, Монмартр. Одним из таких известных мест паломничества был Париж и Холм Монмартр. Одним из мест паломничества был Апт, как раз. Одним из мест паломничества был Нарбон. Лион, древний Лукдунум, тоже одно из мест паломничества. Веришь ли ты в каких-нибудь богов? Бог один, и в него я верю. Так помолись ему. Покрепче помолись. О туринской плащанице уже написано так много. Плащаница впервые появляется в XIV веке, и всплывает она не где-нибудь, а на территории современной Франции. Причем всплывает она в семье, которая имела самое непосредственное отношение к амплиерам. Когда проводили радиоуглеродное датирование плащаницы, причем это, насколько я помню, было сделано дважды, а то и трижды, радиоуглеродное датирование дало, если я не ошибаюсь, то ли XI, то ли XII, то ли XIII век. То есть там разброс был приблизительно такой. Так вот, если это XII-XIII век, то это вполне укладывается и в концепцию Фоменко, о том, что евангельские события происходили в XII веке, и это вполне укладывается в то, о чем я говорю, что евангельские события происходили на территории нынешней Франции, то есть на территории Галии, и было это где-то, скорее всего, в конце XI-XII веке, возможно, в начале XIII. Более того, когда говорят о плащанице, там еще один интересный момент есть, о котором почему-то все время забывают сказать. Плетение. То, как соткана эта плащаница. Вот тот вариант плетения, который существует, таким способом вещи не делали в начале нашей эры. Такой способ плетения, он возник, по крайней мере, на тысячу лет позже. Это что ж получается, а? Вообще, если мы говорим о реликвиях, связанных со страстями, подавляющее большинство этих реликвий – это конец XIII-XIV век. Если мы говорим вообще о распятии и о кресте, почему лес, которого в Израиле и так практически нет, который там на вес золота, используется для позорной казни? Зачем? Где можно распинать на кресте? Да там, где деревьев много. По крайней мере, не там, где лес на вес золота. Самая простая казнь для тех мест – это побивание камнями. Ну, просто потому, что их там много. Кого из этих двоих вы хотите, чтобы я отпустил? Убийцу Вараву? Или Иисуса, называющего себя Мессией? Он не Мессия, он самозволит, богохульник. Отпусти Вараву! Вообще, если мы говорим об этих разбойниках, Вараван или Варава, да? Это был разбойник отпущенный. Могли отпустить Христа перед Пасхой, могли отпустить Вараван. Отпустили Вараван. И еще раз спрашиваю, кого из этих двух человек мне отпустить? Отпусти Вараву! Вараван! 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 Ну, этот сюжет все хорошо знают по Булгакову, да? Больше знают его по Булгакову, чем по евангельской, какой-то евангельской, или около-евангельской литературе. Вараван был отпущен, а Дисмус и Гестас казнены. В арабском Евангелии Детства Спасителя они названы Тит и Думах. А есть варианты апокрифические, в которых эти разбойники называются Дежмон и Геста. Есть варианты Дежмон и Эста. Очень интересно, правда? Вполне французский, да. Я даже так специально произнес, чтобы было понятно, откуда ветер дует. Когда этимологизируют их имена, Дисмус и Гестас, никто не задается вопросом, а откуда у них вообще такие имена? Это что, греческий перевод? Или что это? Почему у двух разбойников, местных, кошерных, почему у них греческие имена? Вы меня понимаете? Отлично понимаю. Не волнуйтесь и продолжайте. Хороший вопрос. Имя Гестас вообще не могут этимологизировать. Ну вот не могут и все. То есть, если вы попытаетесь найти информацию, как перевести, например, с греческого, с арамейского, или с какого-то еще имя Гестас, как-то не очень получается. С Дисмусом приблизительно такая же история. Его этимологизируют через греческое слово, которое означает закат смерти. Ну, представьте себе такое имя, да, человек. Мальчик, как тебя зовут? Смертью кличут. Ну вот, смешно, правда? То есть, получается, что с Иисусом казнят двух греков, имя одного из которых Димас, смерть, закат, а имя второго просто не этимологизируется. Почему их казнят с помощью Рима? Ну, то есть, вопросов на самом деле очень много. Что это за местные разбойники с греческими именами? Эти имена очень хорошо, как ни странно, можно выводить из славянских языков. Думах, его по-разному пишут. Димас, Дисмос, Думах, Дежмон. Мы вспоминаем, что это был благоразумный разбойник. То есть, Думающий. Вот отсюда и Думах. То есть, корень-корень-то один и тот же. А что касается Гестаса, то его имя тоже неплохо этимологизируется. Гость. Гость в древнерусском, в старославянском, да, это в том числе и чужак-враг. И, кстати, согласно церковному преданию, Дисмос – это первый вообще человек, вошедший в рай вместе с Христом. А второй разбойник поносил Христа всячески. И о нем в церковной традиции говорится, что он был неблагоразумным разбойником, то есть, враждебным Христу. Вот вам отсюда и гость. Ну, это одна из гипотез, да. Такая гипотеза, она более вероятна, чем гипотеза о том, что у людей такие странные имена. Но даже если мы абстрагируемся, да, от того, как этимологизируются эти имена, остается вопрос, почему они не арамейские, почему они не местные. Если дело происходит на территории современного Израиля, Палестины. Если принимать традиционную трактовку о том, что Раван – это сын Равина, тогда, в общем, становится понятно, почему отпустили. Да, то есть, ну, как-то перед Пасхой сына Равина казнить не очень кошерно, да. Проклинаю тебя, Бог! Ты глух! Если б ты не был глухим, ты услышал бы меня и убил бы его тут же! Если же его имя этимологизировать по-другому, а, скорее всего, его нужно этимологизировать по-другому, то он у нас будет не вараван и не варава, а просто варвар. Нормальное такое греческое слово варвар, то есть, опять-таки, чужак. Дальше, прошу вас. И не пропускайте, пожалуйста, ничего. Какие еще существуют реликвии? На самом деле, реликвий достаточно много. Вот, например, есть железная корона Ломбарди или корона Ферреа, да? Известна она тем, что была сделана из одного из переплавленных гвоздей, которыми был прибит Христос к кресту. Первое упоминание об этой короне. 1311 год. Сейчас она находится в Италии, то есть, в общем-то, недалеко от нынешней Галлии. Кровь Спасителя, которую собрал по преданию Иосифа Римофейский, находится она в Брюге. И первое упоминание 1311 год, опять-таки. Одна из самых интересных реликвий – это копье судьбы, копье Лонгина. В более-менее достоверном источнике оно впервые всплывает в 13 веке. Кстати, император Карл IV приказал на этом копье сделать надпись, удостоверяющую, что это то самое копье. И было это в середине 14 века. Целое дело сшили. Сознайся. Ты великий врач? Нет, прокуратур, я не врач. Ну, хорошо. Если хочешь держать это в тайне – держи. Справедливость. Дай попить им мне. Он такой же преступник, как и я. Молчать на втором столбе. Дай попить ему. Так вот. Какие еще существуют реликвии? Вот есть еще святой потир. Часто свешивают со святым Граалем, но это немножко другое. Святой потир по легенде – это та чаша, из которой пил Христос во время Тайной вечери. Находится этот святой потир в Испании, в Валенсии. И первое упоминание о нем опять-таки XIV век, 1399 год. Даже есть место первого упоминания – монастырь Сан-Хуан-де-Ла-Пене. Аахинские святыни. В городе Аахинь в музее есть три колбы, в которых находятся одни из величайших святынь христианского мира. Это платье Святой Девы Марии, свивальники Христа, его повязка и саван Иоанна Крестителя. И впервые они были показаны в 1349 году. И есть некоторые свидетельства того, что в Аахине они оказались из Чехии. По крайней мере, реликварии для этих вещей были изготовлены в Праге в конце, опять-таки, того же XIV века. Далее, терновый венец. Ну, к сожалению, о нем известно не очень много. Считается, что вот этот терновый венец, по крайней мере, основная его часть, находится в соборе Парижской Богоматери во Франции, в Париже и прибыл он туда якобы из Византии. Еще одна очень важная вещь это сударь Завьеда. Сударь его очень часто путают с саваном Христа, но на самом деле или его часто упоминают вместе с Туринской плащаницей. Сударь Завьеда такой платок, который накидывался на голову умершего. И вот считается, что вот этот вот самый сударь, этот платок находится во Вьеда в Испании. И вот здесь вот мы имеем дело как раз с исключением. Первое достоверное упоминание о нем XI век, конец XI века. Вот. Но дело в том, что документа из XI века у нас нет. У нас есть копия. XIII века Дженнис Беннет, это имя исследователя, она исследовала как раз историю этого самого сударя Завьеда, и она в одном из интервью обмолвилась о том, что в середине XIV века испанский король очень хотел увидеть этот сударь, этот платок, но ему его не показали. Это середина XIV века. Вот. А впервые этот сударь Завьеда был явлен широкой публике в середине XVI века, 1547 год. Следующая реликвия это хитон Христа. Он считается по легенде, согласно легенде, Дева Мария соткала одежду для младенца, и эта одежда якобы росла вместе с Христом. На эту реликвию претендуют два города, немецкий Трир и французский Аржантой. То есть обе высокие договаривающиеся стороны считают, что именно у них находится самый настоящий хитон, а вот то, что у конкурентов это подделка. Ну, последний перл высоких сторон договаривающихся это, что оба хитона настоящие, оба неподдельные, и только в одном месте находится хитон не швенный, а во втором обыкновенный. То есть ну вот вот так вот они договорились распределить в любом случае у тех и у других все аргументы, когда они спорят друг с другом, чей хитон старше, у обоих городов все аргументы закачиваются в конце 12 века. То есть до этого момента они могут показать некую историю, неважно как они это делают, может быть они несколько лукавят, но тем не менее до конца 12 века они показывают эту историю, а дальше опять-таки пропасть, обрыв. что Три, что Аршанто это два гальских города. В Кемельском соборе как известно находится рака с мощами волхвов. Считается, что собор начали строить в конце, в самом конце 12 начале 13 века специально для того, чтобы поместить там раку с мощами волхвов. Тем не менее установили в 1322 году. То есть это опять-таки мы уплываем плавно в 14 век. Не думаю, что нам стоит лезть на рожон. Похоже, этих галов нельзя победить. Нарезались волшебного зелья. Так слушайте же! Если мы говорим о галах, то нужно сказать несколько слов о той территории, которую сейчас почему-то никто не замечает. Вернее, о том явлении, которое любой желающий на самом деле при желании может углядеть на европейских картах, но при этом почему-то о ней никто не пишет, никто не говорит. Как будто этого и не существует. Ведь в Европе существует гальский пояс. и если вы посмотрите на карту Европы, этот гальский пояс прекрасно виден. Он начинается в Португалии. Португалия, то есть как бы ее там не выводили из слова коле, это все-таки Португалия, это портовая галя, то есть это вход в Европу. Портовая галя. Дальше он плавно перетекает на север Испании в Галисию, опять-таки гальская территория. Далее идет Франция, Галя. Тут уже ничего не сделаешь, это просто галя основная. Далее этот гальский пояс идет через Швейцарию, которая гильветика, в общем-то. Это не Швейцария, они сами пишут на своих монетах, что называются они гильветика. Опять-таки галя. Дальше этот пояс уходит частично в Италию, частично он уходит в Германию, там Галштине, опять-таки город Галле, Халле. Дальше огромнейшая территория идет Галиции. Галиция это огромнейшая территория, которая попадает на территорию современных Австрии, Польши, частично Венгрии, Словакии, Украины, даже России. Огромный кусок Галиции. Дальше есть какие-то куски, есть Влад-Галия, дальше он идет на юг, в Турцию, где есть Галатия, и заканчивается в Галилее, на территории современного Израиля. На самом деле огромный, огромный гальский пояс. Когда говорят об этом гальском поясе, почему-то все ученые считают, что никакого отношения одна галя к другой не имеет. Вот как-то так получается у них, что ни одна из этих территорий родственными связями не страдает с другой. Более того, если вы, например, откроете словарь Фасмера, вы с удивлением узнаете, что Галиция и Галисия это, оказывается, разные слова, что, оказывается, никакого отношения они друг к другу не имеют, потому по мнению этимологов наша Галиция выводится из города Галича, а город Галич выводится из слова Галка, оказывается. Вот такая традиция, видимо, у славян такая была называть город в честь Галок. И вот такой птицей Галкой, не путать с птицей тройкой, Галиция несется по европейским простором. В этом поясе жили кельты, в этом поясе жили славяне, в этом поясе жили германцы. Если вы посмотрите на это с языковой точки зрения, получится очень интересная вещь. Откуда вообще возникло слово Гал? Существует разные варианты. Существует греческая версия, существует версия латинская, существует версия о том, что это самоназвание некое и так далее. То есть они в записках о Гальской войне галы упомянуты у Цезаря. Сири спасом парабеллу. Хочешь мира, готовься к войне. Неплохо я все это придумал. А? Да. Что дано вам, не дано простым смертным. Что означает слово Гал? На кельтском языке, ну среднеирландском например. Что значит слово Гал? Слава. Отсюда же кстати идет английское кол, звать, славить и так далее. То есть много слов этого корня, они все достаточно очевидны. Рехнули эти римляне. почему символом Гали является петух? Нам говорят амонимия. Нам говорят ну так случилось что слово петух по-латински галус да и слово гал галус они совпали и вот тупые галы которые вообще ни в чем не разбирались они сделали своим символом петуха только потому что вот такое вот созвучие было. Слово галус петух и слово голос русское это слова родственные что в общем-то очевидно если вы посмотрите там какие-то древнерусские словари древнерусского языка или там старославянского еще какие вы увидите что посмотрите древние тексты вы увидите что например словом голосовяк называли певчих птиц в том числе и петухов то есть слова голос и галус это слова родственные то есть их петух родственник нашему голосу то есть в общем петуха то и можно назвать голос действительно что отличает эту птицу голос голос что такое гал как я уже сказал на среднеирландском слава в русском языке есть слово глаголить да которое происходит от галаголить галагол собственно глаголиться отсюда же галаголить отсюда же отсюда же нагал это пароль в древнем русском и так далее и так далее очень много слов с этим корнем но если вы посмотрите это корень то сдвоенный галгал гол гол вот он этот корень и получается что люди голоса люди вот эти самые галлы они же люди славы то есть славяне одно слово является безусловной калькой другого то есть фактически получается что галлы люди голоса это люди слова люди глаголющие глаголющие люди говорящие славяне в отличие от людей неговорящих это люди которых объединяло слово вот какое слово это большой вопрос нужно понимать одну простую вещь что славяне славяне между словом славянин и словом например русский нельзя ставить знак равенства ишь когда мы говорим о русских это не значит что мы говорим о славянах когда мы говорим о например кельтах или там галах которые на мой взгляд являются синонимом славян мы говорим не о русских мы говорим именно о славянах то есть мы должны понимать что славяне вполне возможно вполне возможно что славяне шли как раз с запада на восток а не с востока на запад то что вся центральная Европа была славянской в средние века это в общем ни для кого не секрет вся территория Германии современной это извините сплошные славянские топонимы вы не найдете там практически ни одного немецкого топонима который бы уходил в какую-то там седую древность а Германия уже непосредственно граничит как раз той самой Галией о которой идет речь поэтому ничего удивительного в том что была языковая интерференция нет ничего удивительного в том что люди говорили на одном очень похожем каком-то языке нет Галы и славяне то есть люди слова это люди находившиеся в одном языковом поле по крайней мере в очень близком и а на каком языке говорили те Галы из той самой Галии Галилеи большой вопрос как мило ты умеешь обольщить женщин да мы Галы не такое можем если хотим и в этой связи я хочу одну интересную историю вам рассказать рассказывать что вот он поехал в Карпаты там живет народ такой Лемки и проходя мимо одного из домов в одной из деревень он услышал как вдова оплакивает мужа громко оплакивает со словами леле леле ле месье вастаны то есть Боже Боже почему ты оставил меня это последние слова Христа на кресте которые записаны и не переведены вернее они переведены но интересно переведены они сначала дается основная фраза элои элои левехе вахтаны вот как там записано дается основная фраза а потом дается перевод якобы Боже Боже почему ты оставил меня а с какого языка перевод а тут все четко леле леле ле месье вастаны Боже Боже почему ты оставил меня приблизительно так же это будет звучать на болгарском как ни странно там чуть-чуть будет отличаться чуть-чуть будет фраза отличаться но смысл будет тот же Боже Боже почему ты оставил меня Иисус Христос он же был галилеянином то есть по моей концепции получается что галам значит на каком языке он говорил вот на этом самом едином языке он и говорил который сейчас мы называем славянским который в древности мог называться как угодно языком глагола языком кстати тогда понятно почему если говорили на едином вот этом языке тогда становится понятно откуда у французов знаменитая римская евангелие глаголическое ведь никто не может понять почему вдруг с чего вдруг французские короли чуть ли не до 16 века вступая на царство принимая королевство почему они клялись на римском принимали присягу на римском евангелие глаголическом почему а если мы принимаем версию что был некий единый язык тогда становится понятно по версии американских исследователей вот тех самых которые писали о марии магдалине как жене христа да вот это самая знаменитая книга святая кровь и святой грааль бейджинта ли и линкольна по мотивам да по украденным мотивам дэн браун написал свою знаменитую свой знаменитый код да винчи это же достаточно известная гипотеза о том что короли из династии мировингов в их жилах текла кровь христа и если если это действительно так если близко к истине то вот эта концепция что дело дело было в галлии она объединяет все это то что сейчас пытаются выдать за первоисточник евангелий на арамейском или иврите это просто смешно евангелие вот реальный евангелие да которые что называется можно пощупать и которые можно посмотреть они существуют на греческом языке существует на латыни вульгата да и и можно посмотреть пожалуйста это действительно достаточно древние текст как греческий евангелие существует старославянское евангелие существует 2 галлическая евангелие старославянск но текстов на арамейском никто никогда не видел Никаких традиций, связывавших Христа и апостола с арамейским языком, с ивритом, их просто банально не существует. Вы можете найти какие-то там параллели между Ветхим Заветом и текстами на иврите, но это уже отдельная история, потому что Ветхий Завет — это совершенно другая книга, которая даже, по мнению традиционных исследователей, могла быть написана после Евангелия. А что касается текста Евангелия и что касается вообще текста Писания, то этот текст, во-первых, он многократно переводился, многократно правился, неоднократно правился. Он постоянно то его урезали, то что-то добавляли. Вообще, если мы говорим о Евангелиях, то существует же много Евангелий, существует же то, что сейчас называется апокрифическими Евангелиями, которые были отсечены на каком-то этапе. Но, тем не менее, они очень хитро отсечены, они отсечены-то отсечены, но они остались в церковной традиции, и ими пользуются, и они признаются текстами церковного предания, которое, как я уже говорил, имеет тот же вес, что и Писание. То есть, Писание и предания равновесны. Есть Евангелие от Никодима, Евангелие от Иуды, существует Евангелие детства и так далее, и так далее, и так далее. Их достаточно много. Но, если мы говорим, например, о том тексте Евангелия, который существует сейчас, канонический, например, то этот текст, он существует. Вот есть греческая традиция, она понятна, откуда выходит, из чего. То есть, можно проследить какую-то традицию. Есть латинская традиция, есть славянская традиция. Никакой арамейской традиции нет. Более того, мы уже убеждались неоднократно, что, например, вот этот пример, например, с последними словами Христа. Очень интересный пример. Безумно интересный. Я считаю, человеку надо памятник поставить за то, что он это нарыл. Действительно, гениальная находка. Просто гениальная находка. Более того, как я уже сказал, имена в Евангелии. Очень много греческих имен. Андрей, Петр, сборщик-податель Матфей. Матфей, да? Как-то его так имя очень интересное такое. У него имя Матфей, сборщик-податель. То есть, мытарь, да? А вы не понимаете, что имя Матфей и слово мыт, они однокоренны вообще-то? Так интересно, да? Это из какого же такого языка это говорящее имя пришло? Я вам расскажу еще интереснее историю. Есть Евангелие, да? А есть еще Новый Завет. Да, он состоит же не только из четырех канонических Евангелий. Он состоит из некоторых других произведений. Там есть еще Деяния апостолов. Есть еще Послания. Кстати, если говорить об авторстве, об авторстве Нового Завета, даже сами церковники признают, что многие Послания, например, того же апостола Павла, они написаны не апостолом Павлом. Это, в общем, достаточно официальная информация. Из четырнадцати посланий апостола Павла, по крайней мере, шесть абсолютно однозначно ему не принадлежат. Абсолютно однозначно. То есть, это либо какие-то ученики его, либо какие-то последователи. Тем не менее, эти тексты считаются каноническими. То есть, парадоксальная вроде бы ситуация. С одной стороны, мы знаем, что эти тексты абсолютно точно не принадлежат Павлу, с другой стороны, они входят в канон. В Деяниях апостолов есть там такое интересное место, где говорится про синагогу либертинцев. Они там поминаются, ежели я не ошибаюсь, в связи с казнью святого Стефана. Но дело-то в том, что слово «либертинец» — это слово в шестнадцатом веке придумал Жан Кальвин. И этим словом он заклеймил секту либертинцев. Вернее, они не назывались либертинцы, они с легкой руки Кальвина начали называться либертинцами. Так вот, эти самые либертинцы, синагога либертинцев — это никакие невольноотпущенники первого века. Вообще, какие вольноотпущенники? Почему вольноотпущенники первого века вдруг называют себя либертинцами? А вот в шестнадцатом веке это вполне реальная вещь. То есть, по этому показателю мы можем очень легко понять, до какого времени редактировались священные тексты. Даже не знаю, право, нужна ли кому эта жестокость. Нужна, наверное. Если мы говорим о евангельской Палестине, то вообще непонятно, на какой почве взросло там христианство. Отец Спасителя был плотником. Опять-таки, мы возвращаемся к теме плотницкого ремесла и вопрос обработки дерева. Где, в какой части Айкумины есть нужда в плотниках. И о каких плотниках мы можем говорить в Назарете, в том городе, который сейчас принято называть Назарет. В кельтской традиции, в кельтской, точнее в гальской традиции, есть миф о Боге по имени Езус, который был то ли дровосеком, то ли плотником. И который был повешен на дереве. Вот такая вот обтекаемая формулировка. Повешен на дереве. А что значит повешен на дереве? То ли распят, то ли действительно повешен. Опять-таки, я говорю именно о Евангелиях. Я говорю именно о, скажем так, повествовательной части. О той части, в которой дается привязка к месту и времени. Я думаю, как раз крестовые походы, сами по себе, являются ответом на вопрос, где это происходило. Давайте сначала вспомним, откуда шли крестовые походы. И кто был инициатором крестовых походов. Более того, давайте вспомним, что папский двор находился не только в Риме, но и в Виньоне. Более того, зачастую папский двор был, например, не в Виньоне, а был там же, где и папа. Потому что папе приходилось часто переезжать. Не все горели желанием его принять на своих землях. Здесь мы сталкиваемся с историей Ватикана. А история Ватикана, она, это ровно такой же миф, как и многие другие национальные истории. Ватикану необходимо было удлинить свою историю, поэтому и возникли все те папы, которые якобы сидели в Риме на Тибре. На самом деле, глубже, чем Авеньон, папский двор и не просматривается, папская канцелярия и не просматривается. Вполне возможно, что папы это явление, по крайней мере изначально, чисто гальское, чисто французское. Хотя есть мнение, что Ватикан это вообще испанский проект 15-16 веков. Ну, вот тот Ватикан, который мы сейчас знаем. Да, я люблю своих врагов, потому-то ты сам до сих пор еще жив. Эта христианская любовь бескорыстна. И почему в крестовых походах не принимали участие рыцарей из вполне благополучных в то время католических, заметим, Польши, Чехии, из Германии было очень мало рыцарей. Почему? Да вообще, практически, первый поход был целиком полностью гальским. Я специально не говорю французским, потому что Эль-де-Франц, это была маленькая территория вокруг Парижа. А были различные гальские образования. То есть мы можем сколько угодно говорить, что это были французы, на самом деле это были галы. Их называли по-разному бретонцы, нормандцы и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это все были рыцари с территории Галии. Так вот, первый крестовый поход в Галу. Почему именно оттуда и зачем в Иерусалим? Отвоевывать город через тысячу лет? Сомнительно. С точки зрения наживы, сомневаюсь, что они что-то там могли поймать. Были города гораздо более интересные на Ближнем Востоке, в которых можно было чем-то поживиться. Я полагаю, что крестовые походы, это как раз спецоперация по перенесению мест действия. Если они вообще были, крестовые походы, потому что история крестовых походов весьма-весьма туманна. И вообще не очень понятно, сколько их было, кто в них участвовал. Говорят о каких-то крестовых походах детей. Ты нужен мне в Иерусалиме. Так вот, если мы говорим о крестовых походах, и если мы принимаем, что крестовые походы были, во-первых, надо уточнить, когда они были. Потому что арабы, арабские источники говорят, что они воевали с франками. Паран, что с какими франками, тоже вопрос. Потому что, может быть, они воевали просто со свободными людьми, а не с французами. Что, в общем, ни одно и то же. Если же мы понимаем, что в крестовый поход шло рыцарство, и вполне определенное рыцарство, в общем-то, не самые последние люди тогдашней Галии отправились в крестовый поход, то вполне вероятно, что это была самая настоящая спецоперация, одна из первых спецопераций по созданию на территории нынешнего Израиля, на территории нынешней Палестины, некого миража. И тогда опять-таки все становится понятно, все становится в ряд. Почему они там так недолго были? Я думаю, что, учитывая степень подготовленности этих рыцарей, они совершенно спокойно могли там закрепиться и владеть этими территориями очень-очень долгое время. Несмотря на это, они с огромным трудом удерживали территорию якобы, но с огромным трудом они могли удерживать территорию, если их было не так много. Во время крестовых походов, собственно, и создавался миф о том, что все это происходило в той Галилее, в той Иудее, вот на тех землях, не на территории Галии, а на территории какой-то дальней земли. Чтобы было на кого показывать пальцем. Ну кому же охота быть ответственным за распятие Спасителя? Да еще и чтобы Папа сидел там же, где распяли Спасителя. Это ж кому такое понравится? Я думаю, что это связано как раз с историей Ватикана, с историей папства, с историей орденов. Церковь меня не примет. Церковь – это дело рук людских. При слове «церковь» я вижу толпы фанатиков, рьяно рвущихся исполнять Божью вось. Те же тамплиеры, вот такие тамплиеры, это менялы. Тамплиеры, это менялы. То есть это фактически некий аналог банковской системы. На! Золото на все это дело. Если будет много, сдач мне. Соответственно, как-то нужно было двигать бизнес. Нужно было как-то все это продвигать. Как это можно продвигать, если у тебя клеймо на лбу? В общем, наверное, достаточно сложно. А если ты все это немножечко от себя отдалил, все гораздо проще. Те же тамплиеры – это некая претича секретных обществ, которая занималась тем, что переводила стрелки. Новая история – это проект, условно говоря, 16 века, когда начали появляться национальные государства в современном понимании этого слова. Потому что о каких национальных государствах можно говорить до 16 века? Да фактически ни о каких. Территории, если вы посмотрите старые карты, вы увидите, что есть названия территорий неких общих. Есть там Франция, называется до 16 века Галлия. Вся Франция – это Галлия. Скажем, на территории России находится Скифия или Тартария и так далее. То есть есть некие общие названия территорий. Я могу сколько угодно много привести фактов, но тем не менее есть традиция, сдвинуть которую даже на миллиметр очень сложно. Поэтому пока нет каких-то совершенно сумасшедших по своей силе доказательств, по крайней мере для людей, которые это читают, слушают и так далее. До тех пор это будет оставаться именно версией. Мне кажется, ну лично мне кажется, да, и там людям, с которыми я общаюсь, нам кажется, что эта версия достаточно убедительна. То есть можно было бы говорить сколько угодно долго, я бы мог совершенно удивительные факты приводить. Например, о том, что гора Монсигюр, знаменитая, да, это отдельная тема. Катары, это вообще отдельная тема, кстати, тема, почему был крестовый поход против катаров. Так вот, гора Монсигюр, как раньше называлась? Она называлась Фавор. Так, на секундочку, да? Та самая гора Фавор. Более того, я говорил о том, что, да, там существует река Иордан, Иридан, она до сих пор, это река По и кусок Роны. Существует масса других топонев, о которых я даже просто не сказал. Там есть гиень, да, сопростоев которую с гиеной огненной, поймете, что это очень близко. Или там, если вы посмотрите, то гора Сион, она, между прочим, до сих пор существует на границе, в департаменте Верхнее Савое, во Франции, да, на границе Франции и Швейцарии. Эта гора до сих пор существует, город Сион, современный, швейцарский, все его знают. Никто просто не связывает его с этими событиями. Более того, вот, если кому-то интересно, можете посмотреть, как раньше называлось Женевское озеро. И имеет ли оно какое-то отношение к озеру Гениссарету. Ну, то есть, на самом деле, библейская топонимика, она рассыпана по всей территории Галии и частично затрагивает современную территорию Испании, Иберии, Иверии, как угодно ее назовите. И частично немножечко заходит в северную Талию, но опять-таки это гальские территории. Более того, если вы, например, посмотрите, да, там по Евангелиям Христос три года ходил, проповедовал. Хороший вопрос, где можно три года проповедовать в Израиле? Еще хороший вопрос, откуда такая разборчивость в вине, например, да? Если вы помните сцена в Кане Галилейской, когда на свадебном пире Христос попритворяет воду в вино. Если вы помните, там очень интересно, там распорядитель пира говорит хозяину о том, что обычно сначала дают хорошее вино, а потом дают все что угодно. А ты-то хорошее вино припас на самый конец пир, редкость большая. Это к вопросу о винодельческой культуре и к вопросу о том, какая там винодельческая культура была в Древнем Израиле. Сейчас она есть. Нужно очень твердо понимать, откуда она там есть. Потому что вся теперешняя израильская винодельческая культура это Ротшильды и 19 век. Там действительно сейчас есть потрясающие виноградники. Действительно есть очень вкусные вины. Но практически все эти виноградники это Ротшильды и 19 век. А французское виноделье имеет многовековые традиции. И если люди на пире говорят, еще умеют различать, какие там вина, какие лучше, какие хуже, еще по степени сохранности надо посмотреть, могли ли в Израиле так хранить вина. О каком виноделии может идти речь на территории, таком глубоком виноделии, при котором люди еще понимают, вот это вино лучше, это хуже. Тоже хороший вопрос. В одном ряду с плотником, с деревом и так далее. На самом деле этих вопросов масса. У Фоменко тоже достаточно интересная версия. Но опять-таки тот же Фоменко упоминает Южную Францию и город Канны в связи с Христом. И он говорит, что вот одно из чудес могло происходить как раз в городе Канны, то есть во Франции. А Иерусалимом он читает при этом Константинополь. В этом случае нужно каким-то образом объяснить, каким образом Гальское море оказалось вдруг средиземным. И нет ответа на вопрос, на каких именно территориях проповедовал Христос. Кроме того, давайте вспомним, что на территории современной Турции или там на территории Византии христианство, оно безусловно имеет очень глубокие корни. Но тем не менее, даже при том, что там глубокие корни и весьма почтительное отношение до сих пор к христианским святыням, евангельская топонимика в таком объеме, как в Галии и Франции, не сохранилась. Конечно, можно сказать, что что-то там было утеряно, что-то не заметили, на что-то не обратили внимания и так далее. Во Франции, на территории современной Франции, Галии, мы имеем некую квинтэссенцию, какой-то некий продукт, который мы практически уже можем потрогать. Вот смотрите, здесь все достаточно компактно, все согласовывается очень хорошо с апокрифами и с писанием, что, кстати, тоже редкость, чтобы согласовывалось и с тем и с другим, потому что, если вы перенесете место действия в Палестину, то у вас будет много разночтений между писанием и апокрифом. Здесь сближаются апокрифы и писания, сближаются традиции. Версия Фоменко-Иносовского, она, безусловно, заслуживает внимания и обсуждения, и, кроме того, Фоменко как раз одним из первых привлек внимание к этой проблеме. Фоменко, как и Морозов, как и Постников, как и Кеслер, как и многие другие талантливые исследователи провели огромную работу, и они нашли очень много интересной, важной, нужной и, не побоюсь этого бранного слова, эксклюзивной информации. Очень важный момент в их исследованиях — это датировки. Когда они двигают все это ближе к нашему времени, то есть, скажем, в XII, XIII, XIV век, с этим можно согласиться. И действительно, если вы двигаете это по времени, вы понимаете, что никаких других препятствий, в общем-то, у вас нет. Я призываю всех, кому это интересно, читать, безусловно, Фоменко, даже при том неоднозначном отношении к нему, которое существует, даже если одна сотая из того, что говорит Фоменко. Правда? Это революция. На самом деле, я с огромным уважением отношусь ко всем, кто ищет, кто пытается искать, даже делая какие-то ошибки и спотыкаясь, идет к чему-то. Это гораздо интереснее и, на мой взгляд, правильнее, чем просто сидеть на стуле и заниматься благоискательством. Понятно, что любой летописец, любой историк, там, XIX, XVIII, XVII века, писал ровно так же под диктовку, ровно так же по заказу, как и делают это современные барзаписцы. То есть, ничего не меняется. Но почему-то считается, что вот древним летописцам, древним историкам нужно верить безоговорочно. И если написано, что там в таком-то веке или в таком-то году, что-то такой-то там князь, граф, король, неважно, сделал то-то и то-то, значит, так оно и было. Почему-то при этом совершенно не принимается внимания, что всегда есть интересанты, всегда есть те люди, для которых это пишется. Зачем вообще создавались все эти хроники, зачем все создавались эти летописи, зачем, для кого, где, в каких условиях. Давайте отмотаем пленочку, и мы поймем, что все летописи, вся история, любые, там, те же самые документы, которые сейчас принято называть доказательствами 100%, они фабриковались всегда, в любую эпоху, подделывались. Более того, с 16 века существует такой бизнес, как антикварный бизнес, который имеет свое лобби, который готов, не знаю, там, забросать тухлыми помидорами и Фоменко, и Кеслера, и всех остальных сомневающихся в древности артефактов, в античности, в том, что какие-то вещи были созданы в античную эпоху. Попробуйте, повоюйте с этим лобби. И это только один из примеров, в том, чтобы удревнить историю, и в том, чтобы подсветить ее с нужной стороны, заинтересовано огромное количество людей, причем людей властимущих, да, людей, которые, скажем так, не остановятся ни перед чем. Нужно подходить критически ко всем источникам. С этой точки зрения я всегда подхожу к истории. И для меня вообще очень интересна была эпоха, эпоха начального христианства, и очень интересна была эпоха средневековой Европы. Когда я начал читать, сопоставлять, я понял, что одно неотделимо от другого. Я искренне надеюсь, что не затронул ничьих религиозных чувств. Это, во-первых, еще раз хочу это повторить, потому что я сам с огромным уважением отношусь к людям верующим. Но при этом считаю, что вопросы веры и географии можно совершенно спокойно разделить. Надеюсь, что кто-то узнал за себя что-то новое. Может быть, сам начнет читать больше на эту тему, найдет еще что-то интересное, до чего я не дошел. И, может быть, убедит меня в том, что я не прав, в том, что эти события происходили еще где-то. В общем, где-то так. Как можно так подло себя вести? И главное, если с этой минуты ты произнесешь хотя бы одно слово, Заговоришь с кем-нибудь, берегись меня. Заговоришь с кем-нибудь, берегись меня. Заговоришь с кем-нибудь... Субтитрыragen. Заговоришь с кем-нибудь... Субтитры